Я хочу сегодня проповедовать на тему падения и восстановления. Падения и восстановления. Так случается в нашей жизни, что мы иногда можем падать, а Бог желает нас снова восстанавливать и поднимать. Поэтому я хочу, чтобы вы здесь извлекали для себя жизненно важные уроки. Я буду говорить на примере апостола Петра. И, наверное, многие сидящие в зале, если они слышат слово падение, то они понимают для себя или думают, что со мной этого не должно случиться. Во всяком случае не случится. Но я думаю, что Петр, он был в гораздо лучшем состоянии, может быть. И поэтому он тоже этого не ожидал. Но если с одной стороны, если с другой стороны это было возможно, или это случилось в его жизни, это может случиться и в нашей жизни. Поэтому, когда мы избираем, например, какие-то неправильные пути, мы уверены в том, что все будет хорошо. В конце концов, я христианин, я посещаю церковь, но это не есть надежное основание, чтобы выйти победителем в тех ситуациях, в которых мы оказываемся. Поэтому я хочу просто, чтобы вы сейчас увидели некоторые слова из Библии. Первый стих – это Луки, 22 глава, 31, 32 стих. Я буду в основном останавливаться только на этой главе. И вы можете следить, если у вас есть Библия. Пожалуйста. «И сказал Господь, Симон, Симон, си сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился тебе, чтобы не скудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Здесь Христос как бы дает такой намек, что Петр тебя ожидает впереди испытания, потому что дьявол, он пытается сеять, разрушать, разделять. Но я молился тебе, чтобы не скудила вера твоя. И я думаю, что Петр не до конца все понял, сказанное Иисусом. И дальше мы будем следить, что произошло в его жизни. Какие пути ведут человека к падению? Почему это случается в жизни отдельно человека? Пути, ведущие к падению. Первое, о чем мы можем увидеть на основании Библии, это властолюбие. Это желание власти. Это может привести человека к падению. Об этом в Библии написано так. «Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим?» Луки 22, 24. «Кто из них должен почитаться большим?» Вообще быть повыше – это хорошее желание. Но взойти туда надо всегда законным путем. Христос учил, кто хочет из вас быть, кто хочет между вами быть большим, то пусть будет всем слугою, а кто хочет быть первым, пусть будет для всех, что рабом. И когда мы, например, заканчиваем школу и решаем дальше учиться, мы не можем это делать, если мы не сдали экзамен. Так точно мы не будем, мы не сможем состояться в лидерстве или быть на какой-то новой высоте, не сдав определенный экзамен. В свое время Бог, когда готовил Моисея, то это время длилось 40 лет в одиночестве в пустыне. Хотя он уже до этого видел свое призвание и пытался что-то делать или как-то действовать, но не получилось. Когда же он прошел эту жизненную школу, школу, в которой учил ее сам Бог, он сделал или выполнил ту миссию, в которой был он и призван. Что удивительно для меня, чтобы подготовить Моисея, страдания Израиля в Египте длились еще 40 лет. Ради одного человека. Но Бог не опоздал, и Он все делает вовремя и делает хорошо. Поэтому желание быть первым, желание быть большим, это хорошее желание. Но взойти туда надо законным путем. Если мы действуем неправильно, значит, это может служить просто нашему падению. Написано, что падению предшествует гордость. Невозможно согрешить без гордости. Падению предшествует гордость. Это очень серьезное предупреждение. Безусловно, тут тоже есть проблемы. Мы не думаем, мы не считаем и так дальше. Но послушайте, Христос, написано, смирил себя. Был послушный до смерти и смерти крестной. То есть смирение, оно всегда связано с послушанием. И если человек не в состоянии слушать, он не в состоянии смиряться. Христос для нас пример. Дальше написано, я говорю на примере жизни апостола Петра. Следующая мысль моя – это «Я готов». Это мы можем видеть в 33-м и в 34-м стихе этой же главы. Петр в своей самонадеянности сказал так. Он отвечал ему, «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды тречешься от меня, что ты знаешь меня. Что ты не знаешь меня. Спасибо». Очень интересное предупреждение. Вы знаете, что чем выше человек поднимается в своем мнении, тем основание его становится ненадежным. И когда Петр сказал эти слова, он не кривил душой, он говорил честно то, что он думал. И проблема его была только в том, что он не до конца еще хорошо знал себя. Это еще не был Петр, который был исполнен Духа Святого. Его Христос называет Симоном. И вот этот Симон, понадеявшись на себя, он споткнулся и упал. Что интересно, что во всех этих, можно сказать, обстоятельствах сложных, Иоанн был вместе с ним, но он не отрекся. Почему? Потому что если мы самонадеянные, мы на пути к падению. Если мы нас самонадеянные, мы на пути к падению. Говорят, что атеисты, они бывают трех категорий. Есть эгоисты, которые живут для себя и другим дают возможность жить. Есть эгоисты, которые живут для себя, а другим жить не дают. Есть эгоисты, которые и сами не живут, и другим жить не дают. Поэтому живет только тот, кто живет для других. Мы можем проверить свою жизнь. Наша жизнь кружится вокруг самих себя. Или же мы заняты той мыслью, как другим послужить. Поэтому в Библии написано, потому кто стоит, берегись, чтобы что? Не упасть. Поэтому любой человек, который избирает свои дороги и идет туда, куда не следует ему идти, он всегда уверен, то, что случилось с ними, со мной не произойдет. Но я еще раз повторяю, Петр был гораздо в лучшем состоянии, нежели мы, но именно с ним это случилось. Поэтому если мы самонадеянны, если мы пытаемся сами искать себе приключений, они обязательно придут в нашу жизнь. И может случиться то, что случилось здесь, здесь, в этом примере, которое мы сейчас разбираем. Следующий момент, почему это случилось в жизни Петра. Он уснул. 45 стих этой же главы говорит так. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. Христос трижды уединялся для молитвы, призывал их к молитве, но каждый раз, когда он возвращался, он находил то, что они спали. Безусловно, в таком состоянии человек лишен всякой бдительности, а в духовной жизни он лишен источника жизни, источника благословения и жизни. Вот почему Библия говорит, что борьствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Мы можем проверить свое состояние пред Богом, насколько оно является правильным, насколько мы способны борьствовать и сколько мы времени уделяем молитве. Но без борьствования и молитвы человек не может побеждать в искушениях. И наоборот, если же он пребывает в молитве и стоит на страже своих уст, своих разговоров и своих путей, значит, есть надежда, что он может устоять и не падать то в одно, то в другое искушение. Борствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дьявол пытается цеплять человека похотью, увлекая его на ложные пути и дороги. Вот почему важно хранить свое сердце и постоянно быть на страже. Следующий момент, почему совершилось падение или пути, какие ведут человека к падению, это он воинствовал по плоти. Когда случилось так, что Христа уже взяли, было следующее действие. Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященника и отсек ему правое ухо. То есть, когда ученики спали, дьявол не дремал, и в это время именно совершилось предательство, Христа арестовали и взяли. И когда Петр пробудился от сна, он увидел ситуацию, в которой оказался любимый учитель, и он решил повоевать, но это уже было слишком поздно. И действия ее были неправильны. Почему? Потому что написано не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь Саваоф. Все эти неверные действия, они приводят человека к падению. Еще один важный момент, который я нахожу в этой главе. Давайте послушаемся вместе. Пятый момент. Он отстал или еще следовал, желая видеть конец. Более четко написано об этом в Матфея 26, глава 58 стих, там написано так. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Две опасности здесь ожидают человека, если он идет этим путем. Первая опасность, тот, что он следовал за Иисусом издали. Есть близкие взаимоотношения, а есть издали. Это опасное состояние с духовной точки зрения. Он следовал за Иисусом издали. И еще один момент, Петр желал видеть конец. То есть, другими словами, чем все закончится. Петр хорошо знал, как все начиналось, как Бог постучал в его сердце, как он уверовал. Он хорошо знал все, что совершал Христос в свое время при его жизни. Он видел чудеса, он видел знамения, он видел милость Божью. Что-то подобное было и в нашей жизни, и в вашей жизни тоже. Бог благословлял вас и многократно миловал и избавлял. Но часто так, вот мы приходим в церковь, и как бы наше главное направление или цель в том состоит, чем очередное собрание закончится. То есть, у нас нету той цели, чтобы быть ближе к Иисусу. То есть, мы Бога не ищем, хотя мы говорим, что Он присутствует среди нас здесь. Мы наблюдаем за всеми этими обстоятельствами издалека и ожидаем, чем очередное собрание закончится, чтобы потом обсудить его, сделать выводы и пойти домой. Но вы знаете, какое утешение нахожу для себя? То, что Петр желал увидеть, он не увидел. Он желал видеть, что или чем все закончится для Иисуса. Он видел, что уже он арестован и когда-то, будучи всесильным, кажется, потерял все. И он, наблюдая, думал, что вот-вот все закончится и Христа больше не будет. Но мы знаем на основании Библии, что Христос воскрес. Слава Иисусу! Поэтому, братья и сестры, я хочу сказать сегодня себе и вам, если вы посещаете церковь и вы просто наблюдаете за происходящими событиями, вы наблюдаете, когда молитва очередная закончится или очередное собрание, то у меня есть утешение для вас, что молитвы святого народа, они никогда не закончатся до пришествия Христа на землю. Также будут дети Божьи собираться вместе, будут славить Бога и будут любовь свою выражать к Богу. И в какой бы ситуации человек не был, в каких бы отчаянных обстоятельствах, он должен понимать, что последнее слово всегда будет за Христом. Поэтому Петр потерял веру и он ожидал или наблюдал или ожидал увидеть, чем все закончится. Но это было не конец, но большое начало новой эры во Христе и Иисусе. Дай Бог, чтобы мы никогда не теряли своей веры, даже если обстоятельства они не радуют нас, даже если нам кажется, что Бог больше не слышит меня, даже если кажется, что все против вас или против тебя, есть на небе Бог, который всегда приходит вовремя, и Он готов помочь и поддержать каждого из нас. Поэтому никогда следуя за Иисусом Иисусом не отставайте, а наблюдая за происходящими событиями или находясь в присутствии Божьем, не рассуждайте о том, чем все закончится, но всегда ищите возможности быть ближе к Иисусу. Следующий момент, что произошло в жизни Петра, это у чужого костра. 55 стих говорит так, когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. У чужого костра. Вы знаете, что во дворе первосвященника, куда вошел Петр, там были люди послушные первосвященнику. Эти люди, присутствующие там, они не собирались ни каяться, ни изменяться. У них были совершенно другие цели, как можно быстрее убить Христа. А как Петр оказался там? Но именно случилось то, что случилось. Вы знаете, что и среди нас, и вокруг нас есть люди, которые любят общение, они любят петь, они любят играть, они любят слушать проповедь, но они не желают изменяться в своем сердце и Бога искать они не будут. Я еще раз хочу это повторить свою мысль. Все зависит на какое наше отношение к Богу и происходящим событиям. Да, общение это хорошо, и проповедование все это неплохо, но все зависит, результат зависит от того, почему я здесь и какие запросы моей души. Там были люди, которые не желали меняться, но если это желание присутствует в нас, то это то, ради чего мы приходим в церковь. И я хочу, чтобы сегодня просто Бог проговорил к вашему сердцу, чтобы каждый для себя понял, я на пути, я падаю или я восстанавливаюсь. я нуждаюсь сегодня в восстановлении или я просто медленно скатываюсь вниз. И так у чужого костра и следующее, что произошло в жизни Петра, это он отрекся. 57 стих говорит нам так, но он отрекся от него, сказав женщине, я не знаю его, я не знаю его, падение и восстановление и так медленно шаг за шагом. Ситуация нам говорит о том, что он опускается все ниже и ниже, катится вниз и в конце концов он отрекся. То есть, когда он был рядом возле Иисуса, он чувствовал себя и вел себя хорошо, но когда он остался один на один с этим миром, он от Христа отрекся. Что мы делаем, когда мы и как мы себя ведем, когда мы не присутствуем в церковном здании? Как мы поступаем, когда нас никто не видит? От этого многое зависит, наше падение или же восстановление. И так он отрекся. Случилась величайшая трагедия, в первую очередь, для жизни Петра. И это случилось очень быстро, за очень короткое время. вчера кажется был один Петр, сегодня уже совершенно другой. Так каждому из нас подкрадывается дьявол, чтобы обмануть человека и чтобы столкнуть человека в пропасть. И так я хочу, чтобы вы еще раз увидели все те моменты, которые приводят человека к падению. медленно, шаг за шагом это случилось в его жизни. Это первое властолюбие, а потом он сказал, я готов, но сам-то себя хорошо не знал. Следующий уснул, остыл, в следующий момент воинствовал по плоти. В конце концов он отстал и следовал издали, желая видеть конец. Дальше оказался у чужого костра и наступил момент, когда он отрекся от Иисуса. Следующая моя мысль это восстановление. Как Петр был восстановлен. Читаем 59-й и 60-й стих с этой же главы. Пение петуха. Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил, точно и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь. И тот час, когда еще говорил, он запел петух. Я начинал свою проповедь словами. Симон Петр, си сатана просил сеять вас как пшеницу, но я молил Бога о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты некогда обратившись утверди, утвердил братьев твоих. И так наступил вот этот момент восстановления. И когда наступил, когда в очередной раз пропел петух, он что-то вспомнил. Следующий момент Петр вспомнил слова Иисуса Христа услышав пение петуха. 61 стих говорит нам следующее. Тогда Господь взглянул на Петра и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. Прежде нежели он пропоет, ты успеешь трижды отречься от меня. И дальше написано, Петр увидел глубину своего падения и горько заплакал. И горько заплакал. И так сначала запел петух, потом он что-то вспомнил, потом он заплакал, что свидетельствует о сокрушении, о смирении и о его покаянии. И наконец последнее он получает прощение и восстановление. Восстановил его сам Христос. Вы знаете, вроде бы на первый взгляд все очень просто. Но послушайте, я хотел бы, чтобы сегодня для нас в очередной раз пропел этот петух, чтобы просто Бог через свое слово проговорил к нам и мы просто разобрали в самом себе, в нашей личной ситуации. Безусловно, вот это падение Петра случилось в очень трудное время его жизни. Когда Христос действовал победоносной силой и Петр чувствовал себя уверенно и хорошо, но когда он увидел ее оплеванным, отверженным толпою, он поколебался в своей вере. поэтому я не знаю, какие сейчас твои личные взаимоотношения с Богом, каким ты видишь Иисуса сильным, властным, победоносным или наоборот слабым, который не способен тебя слышать или отвечать. Именно в это трудное время он поколебался в своей вере и в течение часа он успел трижды отказаться от Христа. И вдруг Христос посмотрел на Петра. Представьте себе вот этот взгляд, когда они встретились. Но я благодарю Бога, что у него достаточно было смирения, чтобы сказать, Господи, я все понял, прости меня, потому что гордые люди, даже и в эти трудные моменты, не всегда готовы идти путем смирения. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня Бог нам помог смириться пред Богом, перед предстоящим причастием. И если вы чувствуете, что вы идете путем падения, пусть вас восстановит сегодня Христос. А это возможно, когда вы готовы сказать прости. Вы знаете, в чем есть проблема, что многие готовы сказать это Богу, но не готовы извиниться перед ближним своим. В результате они не могут получать прощение. И здесь для человека есть выбор. Гордый человек, он лучше не будет участвовать в причастии, но никогда не извиниться. А смиренный скажет простите меня, извините меня, я каюсь. И Бог написано смиренным дает благодать. Сейчас давайте мы в свете слова этого проверим себя, мы на пути вверх или же на пути вниз. Мы постоянно в движении, нету такого положения, чтобы человек застыл на месте. Он или движется вверх, то есть он идет по возрастающей в духовной жизни, или же он медленно опускается вниз. В чем здесь есть опасность для человека? Человек вовремя остановиться может только тогда, когда он подымается вверх. Когда он катится вниз, он никогда это вовремя сделать не может. причем когда человек подымается, это сопряжено с определенными усилиями, надо приложить усилия. Когда он падает, это случается быстро и легко. Когда человек падает, ему обычно никогда не стыдно. Когда он подымается, он оглядывается по сторонам, чтобы увидеть, обращает на него внимание люди или нет. Бог сегодня дает нам время для восстановления. Сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. И если вы почувствовали в вашем сердце, что для тебя пропел в очередной раз петух, то сегодня прими эту милость от Бога для восстановления твоей души во имя Иисуса. Мы люди, и мы способны ошибаться, мы способны падать, но есть Бог, который восстанавливает все. Он может восстановить твою веру, твой дух и благословить наше сердце. Мы сегодня нуждаемся в Боге, и мы пойдем в молитве к Богу и скажем Господь, пожалуйста, восстанови меня. Я понимаю, Господи, что я не движусь по восходящей, я не иду вверх, поэтому помоги мне сегодня сделать правильные выводы, остановиться, потому что я буду прикладывать усилия, чтобы идти вверх. Написано, путь мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней, которая внизу. Внизу только смерть. и внизу оказаться очень легко, но путь мудрого, чтобы двигаться постоянно вверх, да благословит нас Бог, чтобы мы на этом пути достигли цели и было восстановлено все в вашей духовной жизни, все, что вы потеряли, или то, что разрушил дьявол и враг. Пусть он не обманывает нас, а нам, Господи, помоги бодрствовать и молиться, чтобы жить победностной жизнью. Аминь.